Всем привет! В этом видео я покажу, как делаю рыцарские перчатки. Материал, из которого делаю, это лист 30 хгса толщиной 1,5 мм. Всем приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я закончил первичный этап изготовления. Свернул деталь в цилиндр, а затем стянул центральную часть. Предварительно я соединил цилиндр временной заклепкой. Без нее форма будет постоянно раскрываться и это добавит лишней работы. Это будущая талия перчатки. Теперь я начну формировать костяшки большого, указательного и мизинца, создавая анатомическую форму. КОНЕЦ КОНЕЦ После костяшек я отгибаю мосты. Это не просто дизайнерская форма для красоты. За счет расширения кисть с оружием вращается и перчатка не стесняет движения. Теперь я высверливаю временную заклепку и поправляю геометрию всей краги. КОНЕЦ КОНЕЦ И вот завершен этап формировки геометрии основной детали ладной перчатки. Так уж вышло, что следующую работу я не заснял. Но там уже все довольно просто. Рихтовка, краги, нарезка множества маленьких чешуек на пальцы, сверление отверстий для заклепок и шлифовка. А, латунирование и сборка еще. Ничего сложного. И вот в финале мы получаем рыцарскую перчатку примерно середины или конца 14 века, если не ошибаюсь. Перчатки я сделал для киевского реконструктора Сергея Гунькова. Ему огромное спасибо за предоставленную возможность поработать над полным латником в стиле Кастенбруст. Перчатки как раз к этому комплекту. Кстати, на канале есть видео про ковку латных ног в том же стиле. Ссылка в подсказках. А благодаря патронам этого канала я имею вдохновение снимать вот такие видео. Спасибо вам большое. Схожие перчатки с цельной анатомической кракой появляются в 14 веке. И на этот период это, наверное, самая хорошая защита кисти. И хоть некоторые считают, что в перчатках можно безопасно фехтовать на турнирах со спортивным уклоном, это не так. Маленькие чешуйки очень слабо защищают от тяжелых дробящих ударов спортивной алебардой. Пальцы просто ломаются. Ходят слухи, что на битве нации в Барселоне было переломано примерно полсотни пальцев в схожих перчатках. Поэтому такие перчатки вместо использовать только в реконструкторских фестивалях. Там нету задачи максимально поломать друг друга. А есть упор на правильность фехтования, историчность и атмосферу. В средневековье такие перчатки имели важное преимущество перед латными рукавицами. Раздельные пальцы позволяли комфортно управлять сконской сбруей, что-либо завязывать, развязывать, писать, есть ложкой, даже можно пальцем ткнуть в глаз или показать фак. И все это было очень важно в средневековом военном походе. Поэтому на спортивные мероприятия носите безопасные доспехи, а на реконструкторские исторически правильные доспехи. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok